Как вы думаете, когда и где появился первый пряник? Давайте вместе почитаем замечательную историю Светланы Кайдаш «Все любят пряники» из серии «Почемучкины книжки». Если бы мы с вами захотели прийти в гости к своим друзьям лет 400-500 тому назад, то мы не увидели бы на столе ни фарфоровых чашек, ни сахару, ни чая. Но всё равно мы бы остались довольны. Нам предложили бы блины, мёд и непременно угостили бы пряниками. Потому что пряники люди научились делать очень давно. И в Древней Руси их ели, и спустя уже столько столетий мы всё равно их любим. Изобретение хлеба было одним из самых замечательных открытий человечества. Научились выращивать колосья, потом их стали растирать между камнями в муку. Потом кто-то догадался, что эту муку можно смочить водой и испечь лепёшки на углях костра. Это был первый хлеб. Хлеб с таким трудом доставался людям, что его считали священным. Из первого зерна, собранного в поле, непременно выпекали большой каравай и посвящали его богам. Люди верили, что боги полакомятся их вкусными подношениями и будут добрее. Солнце не выжжет посевы, вовремя выпадет дождик. Озёра и реки принесут рыболовам вдоволь рыбы. Вот и пряник придумали в глубокой древности. Главное в прянике то, что он делается на меду. Мёд кладут в тесто. Добавляют пряные пахучие травки. Отсюда и название пряник. Вероятно, самое древнее упоминание о прянике есть в мифах Древней Греции, где рассказывается об Афине Палладе, богине мудрости. Давным-давно в храме, выстроенном для Афины, где стояла её мраморная статуя, вместе с Афиной жила и охраняла её змея, которую всегда в сказках считали умной и мудрой. И вот жители города, афиняне, каждый месяц приносили змее медовую лепёшку. И если змея съедала этот пряник, это считалось хорошим знаком. Значит, богиня не сердилась на людей. А если не ела, значит, люди чем-то богиню прогневили. В летописях, написанных в Древней Руси ещё 900 лет тому назад, рассказывается, как пекли хлебы с мёдом и маком. Это и были, наверное, первые русские пряники. Так, из старинных книг мы узнаём, что ели старину люди. Какие бывают пряники? Пряники бывают разные. Знаменитые пряники тульские, вяземские, городецкие по названию городов Тула, Вязьма, Городец. Это древнерусские города. Когда именно там стали печь пряники, установить трудно. Уж очень давно известны в России эти пряники с начинкой из пастилы, варенья или мармелада. Но главное, что отличает эти пряники, на них есть картинки или надписи. Пряники с картинками назывались печатными, потому что их также печатали, как печатают буквы или рисунки в книжках. Пряники печатные. А как же всё-таки печатают пряники? Брали деревянную дощечку. Не очень толстую, но и не тонкую. Не каждое дерево годилось для пряничной доски, а только мягкая порода дерева, которую легко резать ножом. Например, липа, тополь, осина. На такой дощечке пряничных дел мастер вырезал изображения птиц, растений, зверей, рыб, солнца. Потом этот узор он углублял стамеской. Делал на доске выемки по рисунку, чтобы в них поместилось пряничное тесто. Когда пряники в печи испекутся, их вынимают вместе с доской, как на подносе. Пряник переворачивают, и на готовом прянике картинка, какую вырезал мастер на доске. Сейчас, когда приходят гости и хозяева подают на стол к чаю пряники, каждый может есть сколько захочет. А вот 200-300 лет назад, а может быть и больше, не всякий день разрешалось есть пряники, и не каждому гостю их подавали. И уж, конечно, нельзя было есть сколько захочется. Отломят от большого пряника кусочек, и все. Когда же ели пряники? Прежде всего, их подавали гостям в день именин. И в день, когда давали ребенку имя. Назывался этот день Кристины. И, конечно, никакая свадьба не могла обойтись без пряников. Жених приезжал к невесте с пряниками. Только счастливые и здоровые. Те, у кого дома не случилось несчастье. Открыв книгу Светланы Кайдаш «Все любят пряники», вы узнаете о том, какие пряники существуют в разных странах. Узнаете о пряностях, которые добавляют в них. А еще вы сможете сами испечь пряники миндальные и медовые по рецепту, который найдете прямо в книге. Приятного аппетита! Ведь все мы любим пряники! Субтитры подогнал «Симон»!